Саламу алейкум. Я приехал сегодня в Махачкалу, сегодня у Дибира суд. Двойной удар получил блогер, боец ММА по прозвищу Чеченский Хал. Мы все понимаем, что это недоразумение. Это чуждо для нас поведение. Короче, ребята, суд у нас начинается в 14.30. Пока у нас есть полтора часа времени. Мы решили заехать к Хазбику. Вообще, давно я не виделся с Хазбиком, мы даже особо не переписываемся в Инстаграме. Бывает такое, что привет пока, не более. И сейчас же поедем Новухушет. Это то село, где живет Хазбик. Я ехаю пока за 20 минут. Я не знаю, как Хазбик отреагирует вообще. В целом, мне от него ничего не нужно. Но я очень сильно хотел бы его видеть, потому что это тот проект, который я очень сильно люблю. Благодаря Хазбику моя жизнь колоссально поменялась. Вот я ему очень благодарен. Вообще, у меня есть очень крутое предложение, которое я бы хотел сделать Хазбику. Я знаю, что он особо много не заработал с UFC. За контракт предложил он 500 тысяч долларов. Но это сколько сейчас? Ну, 30 миллионов рублей. Это не особо большой день, который зависимый. Ну, если сравнить с тем, сколько он должен был заработать. Я ему готов предложить еще кучу условий. Еще такой момент, что UFC особо сильно не ценит даже своих бойцов. Элементарно то самое, там, Дгану и другие бойцы, которые дерутся за чемпионский пояс, получают гонорар, там, не знаю, там, 700-800 тысяч долларов. Дану Дгану гонорар даже одного миллиона долларов нет. Поэтому Дану не особо высокий гонорар оплатит своим бойцам. Я готов Хазбику забудить намного больше. Не за бой. Бой-то у меня уже и правы нету на бой. Ну, что-то интересное, что-то интересное я хочу ему предложить. И то, что я ему хочу предложить, это намного больше того, что ему дал Дану Вайт. Понятное дело, что Дану Вайт намного больше имеет возможности, но он какие-то гонорары, конечно, не платит. Так что этим 19-минутно показывает новый кушет. Кстати, очень красиво. Да, очень красиво. Да, мы снимаем на iPhone. Такой, знаете, лайв-блог у нас. Ну, этот iPhone, я скажу, снимает лучше, чем... Ну, ты камеру смотрел, там вообще четкое качество. Вот, давай, давай. Вот, так что... Едем. Как думаешь, Хазбик рад будет встречи? Нет, Хазбик в любом случае не будет рад. Он меня особо не любит, недолюбливает. Говорят и тем, что... Он говорит, с какой стати ты продал мой бой, и с какой стати ты это делаешь. Ну, как мой жанчик, он мне отец или кто-то, или так, а он написал что-нибудь? Бой продать ему. Например, у меня есть какой-то вещь. Я ему подарил, и он может продать. А он бой как продать? Она не существует вообще. Когда мы еще раскручивали конференцию Хазбика Абдурозика, я это все оформил на себя в документальном виде, чтобы... Я прекрасно понимал же, на вперед, что он станет очень популярным. То, что я делал, оно становится популярным. И Хазбик этому подтверждение, да. Я это документально оформил на себя. Я понимал, что в любом случае данного заинтересуется, как видите, заинтересовался. Многие не верили, думали, зачем Хазбик вообще в целом нужен UFC. Нужен же. Он уже даже в игре UFC. Понимаешь, насколько это круто, да. То есть никогда в жизни, в истории UFC не было такого, чтобы кроме бойцов подписывали и участвовали в игре. Ну, сам Данавад и Брюсли, по-моему, есть в UFC игре. Ну, все, и Брюсли. Ну, понятно, легенда. Данавад владелец UFC. И Хазбик, прикинь, насколько... Поэтому, ребят, все, что нереальное, оно реально. Реально. О, все понял, понял. Такая тема, так что я в себе и в своих проектах капельки не сомневаюсь. А по поводу Хазбика, мне кажется, он не будет нам рад. Ну, блин, я могу только крутое предложение сделать. Ну, реально, 500 тысяч долларов, что такое? Ну, реально, это смешно. Хазбик, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, Хазбик на данном этапе самый хайповый человек в России. Даже Хабиб Нурмагомедов по хайпу сейчас уступают Хазбику, понимаете? Ну, понятное дело, Хабиб это человек очень, ну, другого уровня совсем. Он намного популяреннее, но на хайпе сейчас именно Хазбик. И он должен был зарабатывать минимум, как, ну, не знаю, ну, хотя бы 2 миллиарда рублей. Если в рублях, чтобы вам было удобно. В общем заработать. Ну, минимум, да, в общем он должен был заработать 2 миллиарда рублей. Я уверен, на него таких денег нет. Я даже, находясь в России, с Хазбиком заработал, ну, 2,5 миллиона долларов. Чисто на YouTube, а перкиньте. Это Хазбик Аргентина, там, сколько, Америка, нигде он только не был, понимаете? Он очень популярный, просто надо уметь это все монетизировать. Да, Али, многие, может быть, ну, не поверят, ты был свидетелем того, когда были Хазбиками. Да, с первого дня и до самого... Да, Али, конечно, мной. Как нам спонсора приносили деньги? Ты сам помнишь, пачками нам приносили деньги. С сумками. Да, с сумками приносили деньги. А в то время мы никогда в жизни не видели эти деньги, понимаете? Эти деньги я вам расскажу потом о нигдеянии, я вам все это покажу и будем спешить. То есть это отдельный контент. Смотри, как погода поменял. Смотри, дождик, там солнце. Я ни на что не намекаю. Может, купим что-нибудь? Честно сказать, я не планировал сегодня заехать в Хазбико, но давай что-нибудь купим в Хазбико. А я не знаю, тут можно ли останавливаться или нет. Разбили лицо на парковке в Махачкале. Томаеву пришлось ехать в больницу, там выяснилось, что у него три перелома на лице. Несмотря на серьезные травмы, Асхаб решил не писать заявление в полицию, но пообещал сам разобраться со своим обидчиком. Тут поезд не едет, интересно? Не должен ехать. А? Я думаю, не будет поезда. Вон там что-то есть стоит поезда. Давай вот так машину поставим пока. Давай, по-моему, вот так. Давай, Лид, вот она. Как вы? Не знаете, где Хазбико живет? Хазбико, где живет. Если вы не против, я себя снимал бы, можно? Себя можно снимать? Да. Так, вот Хазбико идем, подарок уже от Хазбико. Вот это может комплект. Давай раздевать, это посередине будет. Нет, да, вот это самый лучший. И машину. Двусотка моя. А Вась не снимались. Да, вот. Да, вот такой, ну, мет. Вот такой, а ну-ка, ударь. Сильнее. Туда она сильная, она жесткая. Что-то есть там. Хазбик тоже не слабый. А вы знаете, что Хазбик, ваш сосед? Да, мы, конечно, знаем. Знаете, да? Конечно. Он заходит в магазин. Он заходил бы, был тут? Конечно, был. У меня нет хулиганий тут. Все, поехали. Грушу купил, я думаю, я этим не обижу его. И все как-никак не потесали его. Поэтому, ну, груша то, что нужно. Блин, я, конечно, боюсь, что меня прогонит. Вот Хазбик, вообще, ну, даже прикинь, легендарно. Ему надо нормальные номера подарить. Я бы подарил ему номера, если он взял бы у меня. Специально купил бы ему 05 регион. Ну, давай попробуем, если прогонит. Как было бы, как было? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, как ты был? Как, как, брат? Сколько лет, сколько лет? Брат, как я звать тебе? Миша, Миша, не гружу, панчан. Ну, я дружу с тобой. Расскажи, честно, давно тебя не видел. Что случилось? Ударился? Ударился ты? Честно, скажи, брат, реально по тебе соскучился. Да не соскучился ты по мне. Эй, Миша, смотри. Да, брат, смотри. Вот, в Инстаграме у нас в Терке Блазе. А ты сам прекрасно знаешь, что я тебя люблю и уважаю. Благодаря тебе... Это был черный хайп. Да, благодаря тебе я поднялся, брат. Благодаря мне ты поднялся взаимовыгодно. Я заработал деньги, ты заработал. Я тебя... Ну, за тебя реально очень рад. И большое тебе спасибо, брат, что вышел. Что... Что не проигнорил нас. Да, я хайпбеку не звонил. А думаю, по факту поеду, короче. Просто поздороваюсь, пообщаюсь. Хазбулла. Слышно, да? Надеюсь, слышно. Хазбулла. У меня вот такой вопрос, брат. Я на доеда тоже не хочу. Если тебе интересно, брат, я бы хотел с тобой, как раньше, ролики снимать. Но за один ролик я готов тебе платить, ну, 2 миллиона рублей. Также буду приезжать к тебе сюда. Два часа буду занимать за один ролик и 2 миллиона я готов. Пообщаешься с родными, хорошо? Пообщайся, 2 миллиона рублей я готов за один ролик тебе платить. Может быть, даже больше. Ну, если вдруг, да, мы согласимся. Хазбулла, я тебя задерживаю, тоже не хочу. Мы тебе крушу просто, да... Хазбулла, я очень буду дать ответы от тебя. Очень хочу. Понял, да, о чёме, брат? Отбаркала тебе, что лучше. Да слава, мой лексин, брат. Скажи, что ему, скажи, что ничего нету, всё нормально у нас. Всё нормально, просто вы не снимаете, выйдите в зене. Братья вместе, шайтаны плачут. Скажу вам так, ребят, честно, вот я реально не ожидал, что настолько хорошо Хазбик встретит нас. Вот реально с улыбкой встретил, я спросил у него разрешение, можно ли здесь. Он говорит, можно снимать. То есть я не ожидал Хазбик, большое тебе спасибо, баркала. И вообще, ну, реально я удивлён, то есть. Я тоже удивлён. Честно, я думал, прогонит нас. Да, я тоже думал, прогонит нас. Тем более, если с телефоном, вы видите, с камерой. Ну, нет, красавчик. Я за него очень, ну, мне, я его любил. И из-за этого поступка ещё сильнее полюбил. То есть, знаешь, знаете, вот, ну, короче, что рассказывать, да? Сами все увидели на камере. Да, это человек, благодаря которому моя жизнь поменялась, и его жизнь поменялась. И как я могу его не любить. И чем более, он поступил сейчас с нами очень красиво, реально очень красиво. И, кстати, появился шанс на ещё ролик, короче. Он всегда подумает. Очень сильно, надеюсь, да. Я за один ролик готов ему. Ну, за один ролик он будет, я буду занимать его буквально, там, два часа времени. Ну, может быть, три часа максимум. И из-за ролика готов давать, ну, два миллиона рублей. Но если вдруг, там, да, что вопрос будет от цены, то и три миллиона рублей я готов давать за один ролик. То есть в месяц мы будем снимать, сколько им снимать роликов? Ну, роликов четыре, может быть? Ну, да, каждую неделю. Ну, 12 миллионов рублей я готов выделять каждый месяц. Я думаю, в России, ну, никто это не сможет сделать. То есть в России хазбик у других не будет, так, например, как сильно у нас. Короче, хазбик, баркал тебе, брат. Мне нам очень приятно. Мы приехали, не планировали тебе приехать, но так получилось. Значит, так надо было суждено. То, так, с дальнейшей нашей действием мы приехали сюда еще по одному делу. Да, мы поедем к Дибиру. Вот, у него должен быть сегодня суд. Мне пришло уведомление на телефон, да. Давайте я вам покажу, короче. Тамай Вас обличает, вызывает судебный участок Ленинского района в качестве потерпевшего 14-3, 12 декабря 2022 года. Мировой судья Шаидханова Карина Магомедхановна. Ни в коем случае. Я не считаю себя потерпевшим. Ни в коем случае нет. У меня все замечательно, у меня все шикарно. Вот, и мы, наоборот, едем в поддержку Дибира. Его брат связывался со мной. Не буду говорить, короче. Его связывался, его брат, со мной. Там просьба была какая-то, да. Я решил, я лично приеду. Я с Москвы прилетел, я лично поеду к нему в суд и поддержу его, если, надеюсь, моя поддержка о том, что я никаких претензий к нему имею, ему поможет планет закона. Дибир нужен на свободе своей семье, а в первую очередь нам он нужен на свободе. Поэтому поддерживаем планет закона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...